Беседная икона Иконография чудотворного образа связана с историей явления на Руси в 1383 году Тихвинской иконы Божьей Матери. В сказании об иконе Богоматери Тихвинской, конец XVI века, говорится о чуде, совершившемся при водружении креста на главу Успенской церкви, построенной на месте явления Тихвинской иконы Божьей Матери. Панамарь Георгий по прозванию Юрыш был послан оповестить окрестных жителей о предстоящем в праздник Успения Божьей Матери освящении храма. Исполнив поручение, он возвращался обратно за день до праздника, когда в трех верстах от храма ощутил необыкновенное благоухание и увидел Божью Матерь, сидевшую на сосновом бревне с игуменским посохом в руке и рядом с ней святителя Николая. Божья Матерь велела Юрушу передать строителям храма, чтобы на церкви поставили не железный, а деревянный крест. «Понежи сын мой и Бог распят был на кресте деревянном, а не железном». Святитель Николай обещал дать знамение маловерным. По возвращении Юрыш поведал народу и священству о явлении, однако ему не поверили и стали водружать железный крест. Внезапно налетевший порыв ветра схватил воздвигавшего железный крест человека и невредимым опустил этого человека на землю, после чего был водружен деревянный крест. На месте чудесного явления Богоматери и святителя Николая была построена часовня во имя Николая Чудотворца. Из соснового бревна, на котором сидела Богородица, сделали крест и поставили в часовню. Икона, изображающая это событие, была названа беседной. Часовня горела несколько раз, причем первый раз в 1390 году одновременно с храмом, в котором находилась Тихвинская икона Божьей Матери. И в 1515 году по повелению великого князя Василия Третьего Иоанновича на месте чудесного явления была построена деревянная церковь и основан беседный во имя святителя Николая Чудотворца монастырь. Явление Юрышу изображалось как клеймо на списках с Тихвинской иконы Божьей Матери, а также как самостоятельный сюжет. Наибольшее распространение беседная икона в качестве самостоятельного сюжета получила на севере России в 17 веке, что могло быть связано с известностью Тихвинского монастыря и почитанием его главной святыни. Пресвятая Богородица, спаси нас!